привет друзья сегодня я продолжаю серию роликов посвященных эффективности и применению кайзен технологий в повседневной жизни тема сегодняшнего ролика как извлекать из книги все самое полезное как в свое время сказал гиппократ я есть то что я ем но надо понять что гиппократ это сказал в отношении своего тела а вот то что касается мозга вы есть то что вы читаете задумывались либо над тем сколько книг вы в год читаете есть ли какая-то связь между количеством прочитанных книг и пользой от них либо успешностью человека вот эти все вопросы сегодня мы обсудим и я помогу вам ответить на эти все вопросы и поверьте мне если вы будете применять эту технологию у себя в жизни с каждой прочитанной книгой ваша жизнь будет меняться к лучшему и так переходим непосредственно к самому процессу прежде всего я хотел бы начать с необходимого реквизита как вы понимаете это не просто одна книга начнем с календаря очень важный реквизит и очень важная часть если вы на каждодневной основе не ставите в план чтения книг то навряд ли у вас будет получаться регулярно и систематически читать книгу к этому демонстрирую обязательно это наличие календаря далее выбираем книгу которую собираемся читать вы еще не определились какой книгой как ее читать то или у вас нечего читать вы не сможете читать поэтому гений гений казахской мысли по моему ну то есть если у вас нет книги то вы не сможете читать согласен выбор книги я это рассмотрю в отдельном ролике который будет называться человек с которым нельзя не согласиться если у вас нет книги вы не сможете читать какие книги читать днд не не знаю зачем календарь надо читать каждую секунду смотрите следующем ролике так вот выбираем книгу для чтения друзья носочки надену потому что стало прохладненько немножко дальше с этим человеком спорить невозможно это просто посчитать книгу вам нужно книг и нужно читать еще чтобы читать книгу нужно читать книгу как бы действительно как работает формальная логика друзья вот эта мощь вот с этим не поспоришь абсолютная логическая доказуемость конечно философия брюса ли она не обязательно прочтению она обязательно к практике вы должны начать его практиковать прямо сейчас если вы не практикуете но все плохо есть обязательно имейте с собой вот такой маркер желательно чтобы маркер был закрывающийся нажимаем выходит отжимаем он туда заходит почему-то потому что мы будем желтым выделять в книге всякую херню которая нам понравилась до основательный подход важно потому что в поездках или в повседневной жизни очень часто маркеры высыхают свойства таких маркеров что хорошо то что они не высыхают поэтому он служит очень долго желтый маркер но в принципе в любом канцелярском магазине есть большой выбор маркеров берите на свой вкус и цвет маркер далее я использую такие закладки такие прозрачные закладки наверное есть у каждого но google даже если нет у каждого то в любом канцелярском магазине в любом городе такие закладки есть желательно выбирать закладки где есть пять цветов 5 цветов красный оранжевый желтый зеленый голубой что соответствует спектру каждый охотник желает знать где ну дальше заново гребани каждый охотник желает знать где или сейчас я вам покажу пишку хотела давайте после давайте трансформируем изображение немножко чтобы она не зеркалила я гений я я абсолютный гений русской демократии до вернемся горизонтально надо было всегда путаю дикий мир будущего прикольная книжка потом покажу постольку мы посмотрим этого прекрасно нужно вот пять цветов бывает еще такого вида закладки бывает бум закладки но как я сказал вот это это самый лучший самый оптимальный потому что они тоненькие 5 цветов здесь вы тоже видите 5 цветов но плюс 2 2 толстенькие закладки и так необходимый реквизит для чтения любой книги вот я вам продемонстрировал плюс конечно бывает так что когда вы выезжаете в командировку лучше всего в таких случаях использовать специальную книгу с меня специальную сумочку которая использует для переноски закладки это твоя книжка нет это дикий мир будущего дикий мир будущего очень интересная книжка потом кстати надо будет обратно зеркалить себя вот я использую смотрите вот такие сумочки это сумочка я ее купил на амазоне я думаю вы тоже можете найти но эта сумочка тем хороша она специально изначально сшита для того чтобы носить библию это американские священники носят библии в таких сумочках в чем удобство этой сумочке вы берете ложите книгу она идеально сюда ложится вы берете ложьте сюда маркер и вы берете ложите сюда закладочки можете закладки туда поместить вот пожалуйста вот как выглядит полный реквизит читателя книги блин я кажется нашел закладку боже я дошел ту самую закладку которой он спрятал сумочка книга закладки маркер соответственно если вам ехать в командировку просто закрыли господь бог это казахский хипс черт возьми и все как выкид казахские хипстеры покинули все без презрения к этому человеку конечно в чемодан или в дорогу и эта книга всегда у вас с собой в этот чехол вмещается две книги свободно ну конечно зависимости от толщины и так повторюсь это ноги латки будут календарь забитым временем для чтения это сама книга причем лунный календарь это маркер минуты будет это повторяет пока видео не закончится маркер это закладки и книга для транспортировки переноски книг книга для транспортировки переноски а а а а а а и ладно люди каждый читает так как ему удобно мы не испытываем никакого презрения и насмехательства не смехаемся не лагает друзья не лагает не лагает нет должно надеюсь начала эффективного использования книги начать я хочу с того чтобы что представляю вам книгу николаса талиба рискует опять 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 у меня лагает друзья сообщайте когда у меня лагает это ничего не изменит правда это необходимое свойство моего интернета на данный момент а нас эти 25 человек сейчас смотрит представляете себе это хорошо собственные шкуры это одна из моих самых любимых книг вы не обращайте внимание что здесь не так много закладок прежнюю книгу я недавно потерял во время переезда или кто-то забрал пока не могу найти но это уже новая опять книга я заново купил и сделать закладки и так с чего мы начинаем чтение книги дело в том что весь процесс чтения книги нужно вообще к процессу чтения книги нужно относиться как к процессу пищеварения когда мы едим любую пищу мы получаем 6 видов нутриентов первое это белки это то что из чего строится наш организм и что мы получаем из пищи это самое главное потом есть углеводы которые дают нам энергию нашему организму потом есть жиры жиры понятно тоже дают энергию сохраняют энергию и участвуют в строительстве нашего тела это три основных грубо говоря макро нутриента дальше у нас есть клетчатка которая помогает пищеварению дальше у нас есть вода которая является основой нашего организма и помогает тоже пищеварению и шестой элемент это микроэлементы и витамины вот ровно по такой же методике я и подхожу к чтению книг из каждой книги я выделяю также шесть элементов итак элемент первый это белки что я отношу к белкам к белкам я отношу это лайфхаки это приемы это инструменты которые я немедленно могу применить в своей жизни то есть это то из чего состоит моя жизнь когда я я эти инструменты внедряю в свою жизнь белки я отмечаю красным видите закладку красным берем ну честно говоря так то если вы захотите вернуться вот этим вещам которые хотят вашу жизнь в общем то как то дополнить могут дополнить ну выделить это закладкой отдельный ну действительно полезно ну то есть у чувака есть маркер он знает где это найти и может по нему как бы ну туда перейти это вполне нормально это не то чтобы сильно тупо ну то есть это не то чтобы тупо это нормально но все равно смешно но нормально каждый читает так как ему удобнее конечно берем красный вот начинаем вот белки я отмечаю красным и еще одна особенность то что я отмечаю закладки 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 это смешно да внизу у нас 6 элементов есть в книге это закладки 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 если мы открываем любую закладку например как она в реальности вот видите красным отметил я здесь отметил слушайте совет того кто зарабатывает на жизнь советами только если он давая совет чем-то рискует то есть я для себя отметил что слушать только таких людей ну например возьмем другую закладку очень мудрая мысль это прям белок никто не понимает умом куда движется понять это можно только действуя ну тоже я решил свою жизнь это внедрить а окей он читает книги выделяет там по сути цитаты волка и все и потом вспоминает цитаты волка когда в нужное время когда ему это нужно окей окей защиту там возьмем например третью закладку там негодяй идет кратким путем добродетельный длинным из этого я сделал себе вывод и при это внедрил в свою жизнь такое правило что никогда не идти кратким путем я имею виду не срезать углы конечно всегда надо стремиться эффективным но не срезать углы в данном случае имеется да именно моральный вот вам пример белков или всех тех лайфхаков правил инструментов которые я немедленно должен внедрить свою жизнь путем внесения в свой планировщик трелло можно просто читать цитаты в интернете с таким же успехом ну я не вижу никакой никакого в общем-то запрета для того чтобы читать статки в интернете по моему тоже самое пара что или в ежедневник то есть вот это эти белки я из этой книги вы дергаю и внедряю в свою жизнь и так мы поняли что такое белки напоминаю белки за то из чего состоит ваш организм основной кирпичик вашего тела следующее оранжевым я отмечаю углеводы ладно я пропущу это я пропущу моральные углы и воды это то что дает организму энергию в моем случае углеводы это те вещи которые мотивируют вас которые заставляют вас задумываться которые вас чем-то удивили вот такие факты такие вещи я отмечаю оранжевым вот например я открываю все что касается углеводов читаю время избавляться от хрупкого и оставлять не ну неуязвимое второе ожидаемая продолжить жизни не хрупкого со временем увеличивается то есть есть какие-то вещи о которых мне надо дальше подумать и развить эту мысль не понять что он имел ввиду вот это вещи к размышлению мне нужно прийти в себя я просто понял как люди читают книги обычная точку его блин все я вернулся вот шкура на кону делает скучное менее скучным когда вы ставите шкуру на кон унылые процедуры вроде проверки мы плохо относимся к сексизму в любых его проявлениях и ни в коем случае нельзя называть женщин шкурами безопасности самолета ведь вы поневоле станете его пассажиром перестают быть унылыми то есть такие вещи о которых я должен быть задумываться либо это что-то меня удивило такие вещи я отмечаю оранжевым это я называю углеводы как вы видите их я отмечаю верхней части книги эта верхняя часть посвящена только углеводам и тем мыслям которых мне надо поразмышлять которые меня удивили и вот это вот снизу белки повторюсь третье нутриент из книги которые я извлекаю это жиры вы как видите жиры я отметил желтым цветом что в принципе соответствует жиром до жиры я отмечаю как обычно делаю закладки вот здесь жиры это все что интересное так у меня вопрос а а если на одной странице попадутся жиры белки и углеводы это нормально же да как отличить выделенные желтым фломастером одновременно жирки и жиры белки и углеводы если они на одной странице попадутся внезапно ну это чисто вот так на подумать как бы мистеру кайдзену или как там его зовут чисто вот на подумать жиры это то что мне приятно читать то что приносит удовольствие это какие-то случаи которые стоит запомнить это все вот это жиры то есть жиры они как и в жизни вот если вы даже наверно в питании смотрите всегда приятно кушать все что жир и от ас нет у него один желтый маркер в этом проблема у него здесь парадокс понимаете парадокс если на той странице получится много различных выделений вы просто не поймете что что есть жиры что из белки что углеводы что все остальное либо сладкое так вот углеводы это сладкое а жиры это человек есть мера всех вещей существующих что они существуют и несуществующих что они не существуют протагор вот то что делает релятивизм вообще-то 1 пищу вкусно говорят же нашу маслом не испортишь так и здесь чтобы книга была интересная всегда в книгу включает разные случаи и интересные истории курьезные но не курьезные курьезные позже отмечу а вот именно такие интригующие вещи вот это называется жиры я в книге это называю жирами это то что книгу делать богаче то что делать книгу вкуснее из-за чего люди любят читать книги и кстати делаю ремарку многие люди которые читают книги на пляже вот если вы посмотрите там бориса акунина там или какие-то книги которые читаются на пляже в основном это жирная пища в основном это жирная пища у которой мало пользы для вас но я их называют тайм киллеры они хорошо убивает время их приятно читать пикаетесь вымеряйте в эту книгу перед а зато ты читай прям охеренную книги прям вот вообще топовые топовые произведения искусства прям вычитываешь окей окей согласны замечательно то есть у мужика и покажется представляете что читать какие-то полезные полезные книжки желаете сопереживать этому герою и так далее это жирные книги конечно они вкусные конечно они хорошо продаются конечно у них большой тираж но интересно если книгу этот а казах выделяет то как он читает важный документ это же пытка для деловых бумаг до прямо оттуда с той книги взять какие-то полезные свойства и внедрить свою жизнь у вас навряд ли получится и так вот жиры я отмечаю желтым вот такого торца книги далее следующее зелеными отмечаю микронутриенты это витамины витамины и микронутриенты которые мы применяем в каждой жизни и которые необходимы нашему организму что я подразумеваю под микроэлементами и витаминами это анекдоты это курьезные случаи это забавные случаи это какие-то красивые цитаты они может быть бесполезны но очень красивые например это вот эти все вещи мелкие я их отмечаю зеленым цветом для чего для того чтобы просто периодически может быть в общении в кругу друзей и применять шутить использовать и так далее это то что повышает эрудицию то что делает вас приятным собеседником про закладки смешно дима тимофей без чего жизнь скучно далее 5 синим цветом синий цвет это обозначает или соответствует клетчатки вы знаете еда без клетчатки она вызывает запор и и ваш кишечник неправильно работает и шлаки не выводится поэтому клетчатка это то что будем держит основу и весь оставляет основу любой пищи так вот клетчатка вот я отмечаю там же где жиры и где витамины сбоку книги что такое клетчатка клетчатка это ссылки это цифры факты статистика и так далее это то что мне не надо запоминать когда я прочитываю книгу клетчатка остается в книге она на полке у меня стоит просто я знаю когда я готовлюсь как у клево истина всегда есть разыскание блуждание бытийность есть скатывание к принуждению мы блуждаем в лесных тропах уходя в заблуждение истина это открытие сокрытого а у ежи ест наоборот мало клетчатки судя по всему комната выступлению для чего если это мне я же не ест клетчатку вообще сути нужно я вспоминаю что в какой-то книге что-то интересное есть я беру книгу и пролистываю факты цифры статистику истории да такие вещи это я называю клетчатку потому что клетчатка потому что это те факты и даты или статистика вокруг которого строится повествование книги иначе книга без клетчатки она чисто превращается в философский трактант в данном случае в таких книгах очень сложно ссылок например приложение например использовать или какую книгу читать автор может ссылаться на другого и далее это все клетчатка обращайте внимание того как я книгу читал сам процесс чтения книги он похож на процесс жевания во рту вы просто разжевали и раздробили книгу на элементы но не более того вы еще их не усвоили так все остальное вот вы проживали книгу раздробили на элементы но книга то толще чем к лицу мои заклады что правильно все остальное вода 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 на основе которого строится и в чем все растворяется так вот в любой книге основа это вода потом есть белки углеводы жиры микроэлементы но 6 компонентов и клетчатка вот 6 компонентов которые на которые ваше пищеварение разбивают любую ну я досмотрю до конца потому что следующего видео пока что нет по что-то флекси пищу таки я делаю с книгой я книгу сначала как и это углеводы это микроэлемент после того как прочь первое что я делаю это это можно сказать разжевал во рту первое что я делаю я усваиваю белки я открываю красные закладки и пишу их свои календаре очереди переношу павщик трэл сделать вот это внедрить вот этот тот брит это и тогда и пока и кончится чтобы читать вам нужно купить сейчас модную книжечку модную сумку для книжки маркер закладки разделить все различные аспекты и все читать книгу и ставить заклад там тоже не вновь имеют авторы и так далее то есть отдельный цикат звучит необходимо сделать без даты без просто я вот а уже сидеть над планами и как бы всю жизнь я там буду разбивать это разносить по датам по времени там и так далее так далее главное с книги выдернуть и разместить стрелы после этого 2 дел я раджевый закладки и выношу у меня есть сейчас сорян друзья я хочу посмотреть что за книги у него рерих не вижу размыто хотел посмотреть чем там еще читает я не должна лагать нет ну не лагает представьте ну это у каждого есть смартфоне записная книжка есть специальная папка называется к размышлению и я вот эти все мысли и заношу туда после того как я разнес размышлению что я делаю я каждое утро 2-2 с половиной часа до завтрака ну где-то 15-17 часов у меня уходит 2-2 с половиной часа и все это время я каждый открываю одну тему и хожу 2-2 с половиной часа думаю 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 вот для примера сегодня я например вдоль и поперек думал над словом внимание что такое внимание когда мы применим чего-то вчера думал о понятии как я посвящаю расшифровки и размышлению на на каждый дар двигаемся далее у меня здесь остаются жиры у меня здесь остаются клетчатка и у меня здесь остаются витамины и микроэлементы эти вещи я никуда не выписываю я их оставляю в книге почему потому что это как в обыденной жизни жиры мне особо не нужны то есть я их с ними поступая по принципу что запомнил то значит мне нужно то есть жиры я применяю ровно настолько насколько они естественным образом усваиваются то есть если я из этих интересных историй отмечены желтым цветом что-то запомнил ну хорошо если не запомнил то они остаются в книге теперь это так и есть где-то блин господи это прям дико немножко даже кажется кажется реально очень дико синие но с другой стороны ладно он читает такие книги которые но в принципе умственно полноценный человек читать не будет поэтому ну окей это клетчатка это как я вам говорил факты статистика цифры ссылки их в принципе не стоит запоминать поэтому я их оставляю в книге дальше микроэлементы витамины интересные анекдоты и курьезные случаи и так далее я надеюсь в конце он съест эту книгу просто возьмет и съест с кетчупом да иногда я их запоминаю что запомнил то запомнил что не запомнил остается в книге поэтому я их не трогаю как вы видите из каждой книги я извлекают две главные вещи это протеин или блок и углеводы после прочтения книги что я делаю я обязательно ставлю дату прочтения прочитано 15 10 18 здесь написано получается после того как я прочитал я обязательно ставлю дату и когда я прочитал обычно я расписываюсь но тогда видать еще не расписывался не знаю почему не расписался но если у меня появляется здесь две и или более надписи то это как я потом у меня переходит полку под названием классика это книга попадает мои библии у меня есть книжный рай просто тоже ладно совпало это смешно это смешно но вот такое совпаде деку мою персональную библиотеку в раздел классика это значит я эту книгу буду перечитывать еще много раз и она мне в жизни еще много раз пригодится вот таким образом я с каждой книги выжимаю все лучшее и все полезно и это не просто остается в моей голове а немедленно притворяется в жизнь и входит в мои планы и после того как естественно после того как я это внедрил свою жизнь моя жизнь каждый день меняется и улучшается чего и вам советую спасибо спасибо нормис ты ты очень хорошо читаешь книги страшно немножко страшно честно говоря что люди вообще читают немножко страшно опасно даже да это действительно очень жестко сейчас друзья вам покажу книжку прикольную детскую детскую книжку что в детстве читал вообще угадал что я сделал я что-то развернул по зеркально да это не то а нужно вот это да нет вот это вот это давай нет вот это херня это это мой вот 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 сейчас устранение чересчет расти вот это давайте по горизонтали окей смотрите книжка в этой книжке в общем рассказывается о том что могло бы быть там будущем как весь мир эволюционирует там во что превратятся современные животные в будущем то есть как они будут дальше эволюционировать там через пять миллиардов или миллионов лет например что будет это прямо чисто фантазии ученых из разных в общем-то дисциплин при том это чисто фантазии это прикольно по моему давайте пролистаем подальше немножко через сто миллионов лет ну нет не предсказал просто прикольно закладок нет почему шадов балабол эй юсабжан эй иди сюда и иди сюда юсабжан 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 выходи на бой я тебя побью давай что не так шар давайте дальше шар 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...